Здравствуйте, это программа Город Эсс, и я Елена Чернёвская. В России одной из основных проблем современного общества является трудоустройство и занятость молодёжи. Это вызвано рядом объективных причин. Ну, во-первых, на данный момент молодые люди составляют более 45 всего трудоспособного населения, а во-вторых, они выступают в качестве трудового потенциала, и от того, насколько хорошо подготовлена и обучена молодёжь, будет зависеть дальнейшее развитие нашей страны. В связи с этим в последние годы всё больше и больше внимания уделяется не только подготовке молодых специалистов, но и их трудоустройству и занятости. Вот если вам от 14 до 30 лет, и у вас есть проблемы с трудоустройством, вы можете обратиться в молодёжный центр «Самарский», и вам там обязательно постараются помочь. Какие есть варианты найти призвание и работу, сегодня расскажут гости в студии Ольга Петрухина, директор молодёжного центра «Самарский». Здравствуйте, Ольга. Добрый день. Ну что же, программа мероприятий на ноябрь-декабрь, мастер-классы, каких специалистов приглашаете. Вот я анонсировала в начале программы, что вы обязательно постараетесь помочь вот именно этой категории молодых людей, молодёжи. Так вот это действительно так? На самом деле, да, это действительно так. Центры занимаются трудоустройством, содействием занятости и профориентацией молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет. Конечно же, основной акцент – это подростки, которым от 14 до 17 лет. Это у нас, скажем так, самая уязвимая, наверное, группа, потому что опыта нет, возраст несовершеннолетних. И действительно, к сожалению, российская реальность складывается так, что очень тяжело подростку найти работу на рынке труда, скажем так, в свободном доступе. Да, очень мало вакансий для них. Поэтому в рамках подготовки у нас реализуется и проводится временное трудоустройство в рамках муниципальных областных программ для подростков в возрасте от 14 до 17 лет. По направлениям помощник специалиста – это работа с документами, с архивом. И уличные виды работ мы предлагаем, такие как уборщик территории, подсобный рабочий, помощник садовника. Это то есть те специальности, которые не требуют профессионального уровня подготовки и квалификации, и благодаря чему ребёнок спокойно может работать. Также у нас есть для выпускников школы вожатского мастерства такая вакансия, как помощник вожатого. И ребята работают в лагерях дневного пребывания, помогают основным специалистам, тоже очень нравится. Всегда, конечно же, огромным спросом пользуется трудоустройство именно на летний каникулярный период. За летом, как правило, трудоустраиваем порядка трёх тысяч человек не только в рамках муниципальных программ, но и также стараемся подбирать информацию о вакансиях, которые открылись для несовершеннолетних. У нас небольшое количество, но партнёры есть. Они также берут на работу агентами, куда-то на промышленные предприятия в должности, также помощников, специалистов, какими-то разнорабочими и так далее. Если говорить про трудоустройство во время учебного года, то мы говорим, что же мы предлагаем, несмотря на то, что у нас введены сейчас определённые ограничения, ребята также могут поработать свободно от учёбы время, но оно сокращается рабочее время. Если в летний каникулярный период подростки 14 лет работают 4 часа в день, 15-летний 5 часов в день, в пятницу 4, 16-17-летний 7 часов в день, то во время обучения свободное от учёбы время это время сокращается, и для 14-15-летних ребят оно составляет 2,5 часа в день, в пятницу 2 часа, и 16-17 лет 3,5 часа в день, суббота, воскресенье, выходной. Обязательно с ребёнком составляется срочный трудовой договор, обязательно это идёт в первый трудовой опыт ребёнка, то есть это не то, что, скажем так, очень ответственное дело, это очень значимое дело, это правильное именно в правовом поле, и ребёнок получает не просто возможность поработать, заработать первые денежные средства, это знакомство, проба с профессиональным коллективом, это вообще понимание, готов ли ты работать в том или ином направлении, какие предприятия, может быть, тебе нравятся, потому что... Выбрать сферу деятельности можно, да? Выбрать сферу деятельности, так как мы работаем с большим кругом предприятий, это и промышленные предприятия, государственные, муниципальные, общественные организации, то есть можно посмотреть, примерить, насколько ты в культуре, например, государственного учреждения можешь жить и тебе нравится. Я знаю, что многие промышленные предприятия для ребят устраивают даже, скажем, не просто вот в первый рабочий день, там, скажем, вот пришёл ваше рабочее место, а некую экскурсию по предприятию, да, то есть ребята посещают в первый рабочий день и музей предприятия, если он существует. То есть знакомство, да, полностью такое проходит? Знакомство такое глобальное, да. Ну, а школа наставничества, наверное, да, наверняка существует, потому что вот это действительно такой положительный пример, когда ребёнок полностью окунается в атмосферу производства и нравится, может быть, и знакомство с ветеранами также происходит, да, с руководством предприятия. Вообще, да, наставничество – это очень актуальная тема, и она в последнее время поддерживается, и действительно на больших крупных предприятиях есть система наставничества, да, и когда прикрепляется определённый специалист к подростку, конечно же, внимания больше, впечатлений больше, да, размышлений больше. И мы, в свою очередь, молодежный центр Самарский сейчас уделяем этому направлению большое внимание именно по подготовке наставников для работы, скажем так, с подростками трудной жизненной ситуации. Мы в этом году разработали проект совместно с благотворительным фондом Самарской губернии именно по подготовке наставников для работы с детьми-сиротами, с выпускниками детских домов и теми подростками, кто проживает в детских домах. То есть специально для них мы подготовили специалистов, да, которые сопровождали их во время процесса трудоустройства. Действительно уникальный опыт у нас вообще в России, вот, и, вернее, он есть в других городах, но тоже набирает свои обороты, и очень приятно, что вот наш опыт как бы дал такой положительный результат, и мы готовы его транслировать и как бы расширять уже вообще на категорию категорию трудной жизненной ситуации, потому что именно этой категории требуется особое внимание на предприятиях. Да, да, ну и не только на приятиях, и в жизни, конечно, наверное, особое внимание, но вот сейчас, когда такая ситуация, пандемия, и сейчас школьники от 6-11 классов находятся на дистанционном обучении, скажите, вот в это время можете ли вы им предложить какие-то варианты для трудоустройства? Что нужно, во-первых, для этого сделать? Получить согласие от родителей? Что еще? Куда прийти? Какой пакет документов, вопросов много? Вот эти организационные моменты озвучите, пожалуйста. Ну, начну с первого вопроса о том, что можем ли мы предложить. Да, мы можем предложить. Да, состояние как бы ограничений внесло коррективы и в нашу работу, и в работу подростков. Опять же, я всегда говорю, что всякие ограничения дают возможность рождаться чему-то новому. Поэтому мы в этом году как бы ввели новое направление, это формат дистанционной работы. То есть, в принципе, на подростках мы смоделировали форму, скажем так, большого рынка труда, как сейчас, да. То есть при работе остаются, те специалисты повышают свой уровень квалификации, которые, скажем так, умеют работать в дистанционном формате, да, в ограниченные сроки, да, в быстром темпе, с большим потоком информации. И, в принципе, перевод подростков на дистанционный формат работы тоже показывает мини-формат нашей с вами взрослой профессиональной деятельности, да. Не всем это, скажем так, давалось легко, да, были некие трудности, потому что многие подростки, к сожалению, подошли, ну, не многие, но были такие, которые подошли, ну, более, скажем так... Не слишком серьезно, наверное, да. Да, не слишком серьезно решили, что как это проверить. Но вообще основной поток молодежи справился с этим хорошо, потому что все-таки действительно за молодежью будущее они хорошо, прекрасно работают с различными мессенджерами, они хорошо... Да, да, да. Они большинство хорошо работают, владеют навыками печати, то есть ребята делали информационные посты для соцсетей там в различных организациях, ребята помогали в организации проведению мероприятий онлайн, то есть занимались обзвоном, приглашали, делали рассылку по электронной почте, да, набирали какую-то информацию необходимую, там, для архивов, да, какой-то свод информации делали, то есть, в принципе, основной поток хорошо справился. Ну, и мы продолжаем транслировать этот опыт, да, для тех ребят, кто готов поработать, для трудоустройства, да, так как трудоустройство у нас официальное, необходим перечень документов, который также у нас определён, соответственно, с Трудовым кодексом и иными законодательными актами Российской Федерации. Ну, я всегда говорю, что глаза пугают, а это, в принципе, ваша юридическая защищённость, что работодатель будет соблюдать все необходимые условия, заплатит вам заработную плату, и если вы там трудоустраиваетесь на постоянное место работы, оплатит вам и больничный лист, и предоставит отпуск, поэтому... Но, опять же, стаж будет идти, кстати, он будет идти, да. Поэтому к этому моменту надо подойти, скажем так, очень ответственно. По поводу родителей. По поводу родителей, да. Если ребёнок 14-15 лет, то необходимо родителю написать согласие на работу. Например, если говорить конкретно по нашей организации, у нас все бланки представлены на сайте, никуда ехать не надо. Второй документ – это согласие органов опеки и попечительства 14-15-летним. Также ходатайство мы можем выслать в электронном виде. Просто ребёнок с родителем пойдёт в органы опеки, возьмёт согласие. Вот я прошу прощения, Ольга, сразу задам вопрос. Достаточно много документов вы сейчас назвали. Вот этот объём не пугает? Ой, ходить по инстанциям, собирать справки, всё вот это вот проблематично. Да ладно, может быть, я устроюсь так. Но вы совершенно верно сказали, что вот именно эта юридическая защищённость очень важна. Тем не менее, большое количество документов не пугает молодёжь. Ну вот, не пугает молодёжь. Ещё раз повторюсь, то, что я вам даже озвучила, эти два документа, в принципе, можно использовать посредством интернета. То есть дистанционно можно заказать? Да. Бланк у нас скачать на сайте. Справку об отсутствии судимости, которую мы берём для детей, потому что принимаем к себе в организацию, можно заказать через портал госуслуги, не выходя из дома. Может заказать родительно своего несовершеннолетнего ребёнка через свой профиль на госуслугу и выбрать «Получить в электронном виде в личном кабинете». Пожалуйста, да. То есть, ну, соответственно, его потом распечатать или вам переслать всё. Да, или нам переслать, перед полным пакетом документов прийти. Да. Ну, конечно, медкомиссии здесь не обойтись, но при любом трудоустройстве, даже взрослого человека, вы обязаны пройти медкомиссию, да, и справку с места учёбы предоставить или во время учёбы заверенное расписание, но это так же, как документ об образовании, да. То есть, на справку с места учёбы дадут, здесь ничего такого нет, пугаться не стоит, нужно подойти к директору, объяснить, что я хочу подработать. Да, или к заучу, конечно, да. Здесь препятствия не личные. Здесь не будет препятствий, потому что дети работают много лет, вопросов тоже не будет. Да, и даже вне зависимости от успеваемости, если, допустим, подросток, ну вот, тучится посредственно, скажет, ну, ты займись учёбой, потом уже работать пойдёшь. Вот такие претенденты были? Были, да. Мы как раз очень хорошо работаем по этому направлению с органами полиции и комиссиями по делам несовершеннолетних, да, где стоят на учёте многие подростки, и у нас очень часто бывают положительные случаи, когда ребёнок собирается, то есть, грубо говоря, у него меняется коллектив, да, и он уже по-другому воспринимает ситуацию с того, что, что же я буду всю жизнь мести, да, когда надо получать образование, то есть меняется мировоззрение, концепция, да, и более ответственно начинает подходить к процессу обучения, да, то есть такой некий воспитательный момент. То есть работа помогает ещё, да, и в учёбе. Да, это просто переход, скажем так, в другой коллектив, в другие нормы, он смотрит, другое общение, да, наставничество опять же, да. Конечно, конечно, и он понимает, да, что, может быть, конечно, это не одним днём всё решается, да, но постепенно, постепенно это меняется, и действительно, мы сейчас для таких ребят, которые, например, 17 лет, да, там, закончил школу, никуда не поступил, или там тоже хочет работать, но поработал и понимать, что какую-то постоянную работу с образованием школы невозможно найти, мы предлагаем возможные программы получения профессии, да, у нас есть такая прекрасная программа, которая называется «Путёвка в профессию», финансируется она фондом «Арконик», мы обучаем по рабочим специальностям, вот в прошлом году мы обучали по специальности пекарь и автослесарь по ремонту автомобилей, в этом году мы набираем сейчас новую группу, и она будет состоять также из пекарей, электрогазосварщиков. Эта программа будет реализовываться уже шестой год, она тоже как бы даёт определённые результаты очень хорошие, да, как правило, 90% от количества обучающихся, потом успешно проходит стажировку и находит постоянное место работы. На выходе после этих курсов выдаётся же ведь диплом государственного образца, сертификат о прохождении, да, повышении уровня квалификации, присваивается определённый разряд, то есть если это электрогазосварщик разряд, пекарь разряд присваивается, и он уже может работать, да. Программа достаточно продолжительная по времени, на порядка 9 месяцев идёт, но здесь плюс ещё какое, что до профессионального обучения с ребятами работают психологи. Мы, значит, начинаются просто с элементарного, обучают, как проходить собеседование, как составлять резюме, в чём приходить на собеседование, какие вопросы могут задать. То есть психологические такие моменты, которые помогут в дальнейшем для этого устройства. Да, как вообще через интернет искать работу, да, то есть психологи работают порядка трёх недель, вот, очень плотно, да, различные моменты повышают и уровень мотивации, да, потому что, конечно же, разные ситуации бывают. Приходят, когда некоторые молодые люди, скажем так, уже, ну, никакие, да, они посмотрели, и там не получается, и там не получается. Сама оценка падает, соответственно. Да, уже желание, ничего не охота, там вот мама или папа пригнал. Чаще всего, конечно же, это молодёжь с низкими стартовыми возможностями, то есть, опять же, из категории трудной жизненной ситуации. У кого-то даже за плечами там условные судимости есть, то есть разное. И вот после работы психологов мы... А работа с психологами дистанционно проходит? Либо нужно каждый день посещать? Да, до пандемии всё-таки у нас было в режиме оффлайн. Сейчас у нас были изменения, да, то есть нам, скажем так, мы разделили блоки, они занимались и оффлайн, и что-то онлайн. То есть были определённые задания, были домашние задания, где нужно было проработать, просмотреть ролики там определённые, да, самому составить, например, резюме. Психологи уже редактировали, профконсультанты обрабатывали там. То есть вот очень большой такой подход. Подбирали, смотрели, проводили психодиагностику, смотрели, что подходит, что не подходит. И уже только после этого мы посещали экскурсии на предприятии, да, то есть порядка трёх экскурсий. То есть, например, пекарь, пекарь мы организовывали экскурсию на пекарню Краюха, да, то есть мы ехали, 3-4 часа мы прямо находились на предприятии, смотрели, дегустировали продукцию, смотрели, как её изготавливают. То есть такой, скажем, мощный блок. Ну да, мастер-класс. Мастер-класс для них, да. И потом уже ребята приступают к обучению, которое длится 3,5 месяца, да. По окончании не сдают экзамены, получают диплом и идут на стажировку. Стажировка длится 2 недели, и далее они уже остаются работать на предприятии. Я не могу не задать вопрос, Ольга, вот все те услуги, о которых вы перечислили, это помощь психолога, обучение, практика, это всё предоставляется подросткам бесплатно? Бесплатно. Все услуги, которые оказываются в центре, они все бесплатные, да, участие в программах абсолютно бесплатно. Мы заинтересованы в том, чтобы ребята прошли через эту программу, поэтому нам важна его заинтересованность, посещаемость. И вот перед включением в проект мы прям 2 недели, скажем так, плотно занимаемся и смотрим, ну, втягиваем его в этот проект, потому что нам важен результат. Ольга, расскажите, пожалуйста, вот, наверное, самый, ну, одно из главных, что, как говорится, греха таить, мотивация, всё-таки заработная плата для подростков является. Расскажите, пожалуйста, каким образом и в каком объёме оплачивается труд ребят, и действительно ли эти деньги стоят того, чтобы пройти все вот эти вот многочисленные мероприятия и уже достойно работать и получать свои кровнозаработанные? Заработная плата рассчитывается из расчёта МРО, то есть она составляет 12 130 рублей в настоящий момент за полный отработанный месяц, но так как они работающие граждане, то согласно, опять же, законодательству Российской Федерации мы удерживаем подоходный налог, который составляет минус 13% от полученной суммы, да. Но у нас все ребята получают также материальную поддержку от Центра занятий населения, которая в настоящий момент составляет более 2000 рублей за месяц, за полный отработанный месяц к нашей заработной платы. То есть к 12 плюс 2. Да, да. Но с 12 минус 13. Подоходный налог, да, это не обсуждаем. Конечно. В целом, скажем так, дети у нас приходят, работают в летний период на 2 недели в месяц, да. Сейчас поясню, почему. Так, всё-таки родители планируют летний отдых и заняты. То есть ребёнок, в принципе, может поработать летом, там, каждый месяц по 2 недели. Может, например, если у него август, он едет в лагерь, то только июль полный месяц поработать, тоже разные варианты. Но если подросток, я сразу, да, мы будем с вами общаться. Если, допустим, сразу запланировала, хочу заработать за лето определенную сумму и вот на весь период летний калекулярный устроиться, то это можно сделать, либо всё-таки 2 недели и всё? Можно трудоустроиться, но поверите моему опыту и моим глазам дети очень устают. Это такая же нагрузка. Это надо приходить в рабочий день, каждый день, выполнять задания. Не забывайте, что это лето, летний период. Я всегда поддерживаю тех родителей, которые, скажем так, регулярно выполняют наставления своему ребёнку. То есть в плане, например, июнь-июль ты работаешь, в августе едешь в лагерь. Или там июнь работаешь, в плане июля работаешь, 2 недели мы едем в отпуск, тут ты едешь в лагерь. Всё-таки это летний период, ребёнок должен отдохнуть. И я смотрю, когда есть желающие, которые хотят заработать на что-то определённое, но они, конечно же, за летний период не такие вдохновлённые. Они должны отдохнуть, им для этого каникулы даются. Мы всегда поддерживаем, да, мы говорим, это очень замечательно, что вы хотите. Мы даже стараемся за летний период предложить различные места, чтобы ребёнок посмотрел, чтобы это было не просто зарабатывание денежных средств, а неким инструментом профориентации. Поэтому всё-таки планируйте, чтобы это не было большой нагрузкой. Если это свободное от учёбы время, смотрите тоже на то, что всё-таки дети сейчас очень заняты, неурочные деятельности, чтобы это не смешалось и не дало негативный опыт для вашего подростка. Ему работа должна быть в удовольствии, она должна быть ему в кайф. Лучше бы, пусть это будет две недели, да, там, за лето, результативные, хорошие. Ну, ты будешь хотеть, что я буду с удовольствием, да. У тебя останется впечатлением, как очень прекрасно, да, вы с родителем обсудите, что-то купите, я не знаю. Вообще мы с ребятами проводили некий опрос такой устный. Всегда интересно, на что они тратят денежные средства, да, и всегда вот как бы три группы у нас получалось. Первая группа – это те ребята, которые на что-то копят, откладывают, покупают велосипеды, вот как в ролике, например, там, тоже мы про это говорили, да, что-то цены, что хотел. Вторая группа – ребят, которые подготавливаются к школе на эти денежные средства, помогают родителям и так далее. А третья группа – ребят, все три части просто равны между собой. Они на всю зарплату приглашают друзей в кафе куда-то еще и просто угощают всех каким-то там лакомствами. Вот пусть это будет в удовольствии, пусть это будет цель ребенка, вот. Очень важно, чтобы ему понравилось, и вы обсудили, вы поддержали. Я всегда, когда приходят с родителем к нам в центр, и родители принимают за ребенка решение, куда идти, да, и вообще будет ли работать, совершают самую большую ошибку в его жизни. Пусть он выберет сам, пусть он сам посмотрит, что это тренировочная… Ну, для начала, пускай он захочет сам пойти заработать, подработать. Конечно, конечно. Ваша задача – просто создать условия. Ваша задача родителей – просто кинуть информацию о нашем центре, о том, как дети работают. А важно, чтобы он сам принял, важно подготовить его к тому, чтобы его выход был очень успешным. А мы будем содействовать. Вот, не могу с вами не согласиться. Еще один такой, на мой взгляд, очень важный вопрос. Вот, что сегодня важно знать и уметь подростку, как вариант еще и знать дополнительно иностранный язык? Есть ли возможность его подучить по льготным расценкам? И, ну, ведь нанимать, да, частных преподавателей подросткам не по карману. Ну, к сожалению, вот конкретно мы не проводим обучение, да, то есть я озвучила, мы все-таки делаем акцент в работе центра на молодежь с низкими стартовыми возможностями, да, это ребят с ограниченными возможностями, это, которые стоят на учете в полиции, в КДН, да, и так далее, трудной жизненной ситуации. Мы все-таки ориентируем на рабочей специальности, да, на рабочей профессии, мы говорим о том, какие предприятия предлагают целевое обучение, то есть в колледже, да, или там на территории высшего учебного заведения. Мы как бы вот идем в этот ориентир. Но я считаю, если ребенок считает, что ему необходим иностранный язык, то, конечно же, я считаю, что надо искать разные возможности обучаться, учиться и так далее. Вы сказали о том, что вы трудоустраиваете подростков на две недели. Скажите, а вот это разовое трудоустройство? То есть пришел, оформил, принес весь пакет документов, поработал две недели, ну, потом в какой-то промежуток времени отдыхаешь, потом заново нужно устраиваться? Либо это все хранится у вас в базе и в дальнейшем? Документы собираются один раз, да, они действительно будут до конца года в любом случае, то есть ты раз. Еще раз говорю, если вы понимаете, да, что у вас ребенок свободный, родители понимают, там, в июне и половину июля, значит, он будет работать, мы заключим трудовой договор на вот этот период. Июнь и половину июля. Практика показывает, что две недели, вот, это как бы определенная граница, и ребенок настраивается на определенный период, а не до бесконечности, когда лето закончится, да, и более ответственно подходит к выполнению своих заданий, вообще к соблюдению трудового режима. Вот, поэтому, в принципе, высказывайте свои прожилания, а мы уже здесь будем ориентироваться. Можете работать хоть все лето, если вы, тем более, там относитесь к какой-то трудной жизненной ситуации, то есть проживаете с одним родителем, или как в этом году у нас были ситуации, когда родители потеряли работу, к сожалению. То есть, пожалуйста, высказывайте, мы готовы. Ну вот сейчас ноябрь заканчивается, декабрь впереди, зимние каникулы, вот на сегодня какие вакансии можете озвучить, и ждете ли вы сейчас подростков? К сожалению, на зимние каникулы не могу озвучить, потому что это выходные, праздничные дни у нас вообще в России, и детям, подросткам запрещено работать, поэтому, если вас приглашает какая-то коммерческая организация, да, на период каникулы поработать, имейте в виду, что это запрещено, да. Поэтому относитесь с осторожностью. А в январе мы планируем, да, что мы начнем набор школы вожатского мастерства, то есть детям от 16 лет готовым поучиться, пожалуйста, добро пожаловать, запись мы откроем, и собирать, также всем желающим, начинать собирать пакет документов, необходимый для трудоустройства, потому что в любом случае постараемся с февраля уже организовать трудоустройство. Ну что же, спасибо вам огромное, вот так быстро пролетело наше время, а я думаю, что вы, уважаемый телезритель, обязательно в нашей сегодняшней программе подчеркнули для себя очень много нового, интересного, но а если вы подросток, если вы хотите заработать, обязательно прийти нужно в молодежный центр Самарский, вам там непременно помогут, и вы, именно вы, заработаете свои первые деньги. Спасибо большое, Ольга, и спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, вы смотрели программу «Город Эсс». Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok